Ребята, всем привет! Сегодня у нас самое отличное видео на канале. Это самый лучший способ переезда. И сегодня со мной испанский мигрант. Всех приветствую! Не забывайте подписываться на наши оба канала. Все ссылки в описании. Поехали! Ты замечательный представитель тех людей, которые получили НОУКРАТИВА или ВИЗАДЕ. Правильно я говорю? Да. Я сейчас тебя хочу поспрашивать о том, как ты ее получил. Смотри, два вопроса первых. Вообще, кто может получить? Обязательно, если гражданин России или может какой-то другой гражданин быть? Это первое. А второе, я тебя хочу спросить о том, что реально ли вообще сейчас это получить? И насколько примерно рассчитывать? Как вообще посчитать? Сколько людей должно быть, грубо говоря, в семье? И сколько денег надо на это дело посчитать? Ну что, дорогие друзья, давайте для начала разберемся, что такое ВИЗА НОУКРАТИВА. В переводе на русский, чтобы все понимали, это ВИЗА без права на работу. Еще совсем недавно можно было бы по этой ВИЗЕ работать удаленно, где-то в другой стране. Не важно, в России, на Украине или в Америке. Но сейчас требования, к сожалению, ужесточились, и эта ВИЗА не подразумевает вообще, в принципе, никакой работы. Но вы не пугайтесь. На самом деле, вы, конечно, сможете работать, когда ее получите. Главное, об этом никому не рассказывать. Тут, конечно, еще и второй нюанс, который рано или поздно выплывет, но я его скажу сразу вам, да, насчет налогового обложения. Если вы, соответственно, работаете удаленно где-то в какой-то другой стране, вы там, соответственно, платите налоги. В Испании платить вы ничего не должны. Еще и по той причине, что ВИЗА НОУКРАТИВА, она и не подразумевает право на работу. Видите, как все у нас красиво зациклилось, да, закруглилось. Кто же может получить данную ВИЗУ? Давайте с точки зрения Испанцев посмотрим. Зачем им это нужно? Испанцы хотят привлечь в свою страну людей, которые имеют уже огромное накопление денег. Ну, для них там немножко отдельно. Золотая ВИЗА инвестора, но и НОУКРАТИВА тоже для них подходит. Либо люди имеют пассивный доход. Где-то за пределами Испании, неважно. В любой стране. Поэтому, да, отвечая на Гришин вопрос, любой гражданин СНГ, пусть даже не СНГ, как я понимаю, там сейчас выходили, все, Украина вышла, но неважно. В общем, вы поняли, экс-СССР, гражданин любой страны может претендовать на НОУКРАТИВА. Ну, Прибалтам оно и не нужно. Прибалты и так, в принципе, могут сюда приехать без всякой НОУКРАТИВА жить и работать. Окей. Итого, если у вас есть пассивный доход, опять же, как это видят испанцы нас, что под этим подразумевается? Либо вы сдаете в аренду недвижку, неважно, коммерческую, квартиры, несколько квартир, еще лучше. И сумма на семью. Давайте я все суммы буду называть, исходя из средней статистической семьи, из трех человек, муж, жена, ребенок. Соответственно, если семья из двух человек, сумма будет чуть меньше, из трех чуть больше, но именно немного, не будет там разниц в разы. Нет. Всего лишь в пределах 10% туда или обратно. Итак, если семья из трех человек, вам нужно показать пассивный доход. 3000 евро. Окей. В рублях. Считайте по курсу. Чуть-чуть закладывайте на разницу в рисках. По курсу курс. Как мы знаем, любит расти, падать не любит. И так вот, 3000 евро. И помимо того, что я вам уже упомянул, сдача недвижимости в аренду, это может быть инвестиции. Сейчас стала очень популярна хайповая тема. Инвестиции в акции, облигации. Опять же, предвосхищаю ваш вопрос. Криптовалюты пока в серой зоне. Про это я вам ничего не скажу. На свой страх и риск можно попробовать, но гарантий никаких здесь нет. Акции обычных компаний, которые на слуху, типа Apple, Google. Супер, просто супер. И последний вариант, который достаточно часто можно встретить в обосновании пассивного дохода, это если вы имеете свой бизнес, в котором вы не работаете. А если работали раньше, то уволились. Неважно, даже директором быть нельзя. Удаленно работать нельзя в своем бизнесе. То есть вашим бизнесом управляют другие люди, но он принадлежит юридически вам. Это все пассивный доход. И если сумма, напоминаю, в районе 3000 евро, там плюс-минус, вы можете претендовать на данную визу, но лукративо. Все остальное, это, как я считаю, мелочи жизни. Нужно будет оформить там частную страховку, записать детей в школу, показать сумму на счету. Опять же, на эту семью сумма должна быть в районе 50 тысяч евро. Опять же, можно ли купить квартиру на эту сумму? Можно. Покажете, получите одобрение. Приезжайте, покупайте квартиру. Покажете, покупайте квартиру. Смотри, это 50 тысяч евро идет на один год, на два года. Обещай вот эту всю схему. Как это происходит? Гриша немного забегает вперед, но нормально. И затронул вопрос продления, так как важно, я об этом не упомянул. Данная виза, но лукративо, дается сроком на один год. Вернее, даже немножко не так. Виза дается сроком на три месяца. У вас есть эти три месяца, чтобы приехать в Испанию и получить карту резидента, которая будет действовать один год. С момента, внимание, въезда в Испанию, не с момента ее получения. В нашем случае она вообще действовала полгода. Потому что из-за пандемии мы полгода не могли ее получить. Что же происходит дальше? Так вот, если проходит один год вашего нахождения легально в Испании, вы имеете право продлиться уже на два года. Плюсы данного продления. Уже не нужен пассивный доход. Испанцы делают вид, что ничего такого они не знают. Что какие-то были требования к вам год назад, теперь их нет. Есть у вас пассивный доход? Нет. Никого не волнует. Волнует только одно. Покажите средства на своем счету. А так как виза уже на два года, этих средств должно быть в два раза больше. То есть не 50 тысяч, а 100 тысяч. Но пугаться не нужно. Во-первых, есть успешные кейсы продления с суммой в 50 тысяч. С однократной визой есть. Особенно они будут прям железными 100%. Если вы умудрились уже купить какую-то свою жилплощадь, она в вашей собственности. Пусть даже эта квартира там за 40-50 тысяч недорогая. Плюс еще эта же сумма есть у вас на счету. Всевидящий глаз испанского министерства, которое занимается одобрением экстранхерия, это все увидит, посчитает, приплюсует и подумает, ну все нормально, деньги есть, квартира есть, продление. Из всех моих друзей и знакомых, кто с огромным трудом получили визу на лукративо сюда, в Испанию, через год с продлением ни у кого никаких проблем не было. Все получили легко и просто. Ребят, возникает следующий вытекающий вопрос. А что если денег, как говорится, на на лукративо нет? Нет, вопрос резонный, сеньор, очень даже резонный, который мне задают Тодос Лос Диас, наши соотечественники, которые имеют огромное желание переехать, но не имеют денег. И данный вопрос я бы разделил на две составляющих. Итак, друзья мои, если у вас нет вообще денег, в принципе, то я никому не советую ехать в Испанию, так как страна все-таки с не самыми низкими ценами на все. То есть пусть продукты питания стоят сейчас везде одинаково, масса у менус в России и в Испании, но цены на жилье, на коммунальные услуги здесь такие, что даже какие-то более-менее серьезные накопления имеют свойство очень быстро заканчиваться. А если у вас денег нет в принципе, ну, наверное, нужно подумать, как их заработать. В России, либо все-таки продать какую-то недвижимость, если она у вас есть, и переехать сюда. Если же у вас нет пассивного дохода, а деньги на покупку недвижимости или на долгосрочную аренду, а также та самая сумма, про которую я говорил чуть выше, которую вы должны показать в испанском консульстве при приемке документов на визу, но лукративо, да, речь сейчас именно об этом, если они у вас есть, но нет пассивного дохода, или даже доход у вас есть пассивный, или какая-то удаленная работа, но оно не проходит для показов консульства, вот как раз с этим вам могут помочь опытные, грамотные юристы, которых в последнее время развелось некоторое энное количество, да. Вот. Но тоже тут нужно быть внимательным и осторожным при выборе данного юриста. Я лично сотрудничаю с одним из них уже более двух лет, и если у вас есть желание получить его контакт, просто напишите мне, либо оставьте комментарий под этим видео со своими контактами, мы с вами свяжемся. Вот уже более 10 лет мы разрабатываем сайты, и говорим вам, сделайте сайт у нас. Почему? Потому что мы делаем качественно, мы делаем в срок, мы делаем профессионально, и мы делаем с хорошими дизайнерскими решениями, и мы знаем, что хотят ваши клиенты увидеть на вашем сайте, для того, чтобы приобрести у вас услугу или товар. Мы делаем все на двух платформах WordPress и Python Django. Всем рекомендую обращаться к нам. В описании есть все наши контакты и портфолио. Следующий вопрос. Соответственно, если я еду по но лукративо, да, виза D, то обязательно ли мне, обязательно ли мне учить язык? Может быть, не обязательно, ведь это бесправо на работу, и это довольно, блин, прикольно. Я приехал, у меня есть деньги, и как бы нафига язык? Теоретически можно не учить. У вас много денег, и вы хотите стать так называемой дойной коровой для местных помогал, переводчиков и прочих людей, которые хотят на вас поживиться, то да, язык вам, я думаю, не нужен. Во всех остальных случаях, я считаю, учить его нужно. Желательно начинать учить заранее, чтобы хотя бы элементарные основы до уровня А1 себя довести, чтобы сделать элементарный заказ в кафе, в ресторане, в магазине попросить пакет и так далее. То есть элементарный базовый уровень крайне желательно выучить у себя на родине. Здесь же есть масса курсов и бесплатных, и условно бесплатных, недорогих, которые, конечно же, я рекомендую всем посещать. Мы, в свою очередь, посещаем официальные курсы. Школа ЕОИ, официальная школа языковая в Испании. Она стоит всего лишь 100 евро в год, и всем рекомендую. Можно ли взять на те деньги, которые я показываю по анолукративо, можно ли взять ипотеку? Ну, скажем так, эти деньги можно использовать как первый взнос для ипотеки, чисто теоретически. Сразу хочу сказать, 100% гарантии в получении ипотеки вам никто не даст. Но есть несколько условий, соблюдя которые, у вас есть хороший шанс получить ипотеку. А именно, объект, который вы покупаете, должен стоить более 100 тысяч евро. Далее. Взнос, первый взнос должен быть более 50% от стоимости квартиры. То есть, если мы возьмем, для примера, квартиру за 100 тысяч, взнос у вас 50 и более. Также не забывайте закладывать 10% налог, который берется в любом случае на покупку. Платит покупатель, то есть вы, 10%. А также интересы агентства недвижимости, которые будут представлять ваши интересы в банке. Интерес самого банка. Итого, заплатив 70 тысяч евро, вы получите дополнительно кредит на 50 тысяч. В этом случае хорошие шансы получить ипотеку. Можно ли, имея новую лукративу, уже получив его, пойти здесь на работу официальную? Как бы это реально? И может быть еще такой вариант открыть свое дело? Тоже, как это происходит? Итак, первый год, когда вы живете, о чем я рассказывал раньше, первый год до продления, до первого продления, вы не имеете права вообще ни на что. Ни на работу, ни на открытие своего дела. После первого успешного продления, когда вы уже все продлились, получили документы, вы имеете право модифицировать свою резиденцию. Это отдельный процесс. Вы можете запустить модификацию, либо под открытие своего бизнеса, что-то типа нашего ИП. В Испании это называется автонома. Процесс модификации подразумевает, что вы пишете бизнес-план, предоставляете его в экстранхирию, то есть ту организацию, которая занимается иностранцами. И она уже принимает решение, разрешит ли вам модификацию вашей резиденции или нет. И ровно то же самое, если вы спустя год нахождения в Испании нашли работодателя, который готов вас взять на работу, который готов вам предоставить контракт, причем не временный контракт, а долгосрочный официальный контракт. И данная фирма имеет уже историю в Испании. Ей должно быть несколько лет. Она должна быть прибыльной, платить налоги. Но это что не все. Хозяин должен доказать, что именно вы ему нужны, а не кто-то другой, уже имеющий право на работу в Испании. В общем, это очень похожая ситуация на то, как те, кто живут здесь нелегально, собираются продлиться через 3 года, собираются легализоваться здесь через 3 года по оседлости. Ситуация очень похожа. Нужно доказать, что ты не верблюд. Попробуйте это сделать. Все ссылки в описании. Ставьте лайки. Подписывайтесь и на мой канал тоже, если вы видите это на канале Олега. Гриша, я испаную. Да. Олег, испанский мигрант. И, соответственно, не забывайте написать вот такой комментарий. Чем длиннее, тем лучше. Можете даже написать какой-то воды, но это очень важно для продвижения наших каналов. И мы вам будем давать максимум полезной и нужной информации, которую вряд ли вы получите где-то еще бесплатно, кроме как у нас. Итак, смотри, возникает вопрос. Окей, мы поняли, что сколько чего надо, куда, чего, как и так далее. Там, по деньгам, там, если нет денег, что делать. Ну, в общем, понятно, да, что можно ли взять ипотеку. Все супер. Спасибо большое. Это, я думаю, очень будет интересно и полезно нашим всем зрителям твоего и моего канала. Опять же, ребята, не забывайте подписаться, поставить лайк и вообще, как бы, участвуйте. Потому что мы без вас, ну, ничего не будет. Я думаю, это понятно. Ну, естественно. Вот. И возникает, соответственно, вопрос какой. Окей, мы все сделали. Мы получили документы. Мы прожили вот этот 1-2-2, да. Дальше что? Что произойдет дальше? Цель вот этой всей темы. Почему это самый лучший способ переезда? Почему нельзя сделать, как мы, через три года получить работу и типа все классно? Расскажи, пожалуйста. Ну, во-первых, у каждого свой путь. Кто-то выбирает путь оседлости, как Григорий. За всеми этими вопросами к нему, пожалуйста, на его канал. Как можно прожить три года по оседлости и ее в итоге получить. Но лукративо имеет свои сложности, но и свои преимущества. Я уже сказал, да, вы сможете теоретически, внимание, через год претендовать на получение работы. Вот. Но на практике это, конечно, очень сложно. Вы первый год проживаете вообще без работы, ни при каких обстоятельствах. Потом продляетесь. Живете два года также без права на работу, но продлиться это не так сложно. Еще через два года продляетесь, опять же, на два. То есть получается схема, как Гриша сказал, 1-2-2. И общее количество лет в итоге должно составить 5. 5 лет вы должны прожить на территории Испании без права на работу. Хотел бы добавить очень важный фактор, о котором практически никто не знает, не упоминает в своих видео про на лукративо. Это успешные условия продления для того, чтобы получить через 5 лет проживания в Испании по на лукративо полноценную резиденцию. Это означает, что резиденция с правом на работу, с правом на все, что угодно в Испании. Вы не должны ничего показывать для получения этой резиденции. Никаких денег, ничего. То есть просто приходите в уведомлитель... Блин. Приходите и в заявительном порядке подаете документики, и вам дают долгосрочную визу. Она на 5 лет, но через 5 лет, опять же, она автоматически продляется еще на 5 лет. Так вот, очень важный фактор. В первые 5 лет проживания по на лукративо вы не должны отсутствовать за пределами Испании, ну а по факту за пределами Евросоюза, так как выезжать из Испании пока еще, слава богу, можно без всяких проблем, без печати в паспорте. Так вот, вы не должны отсутствовать более 10 месяцев. Если разделить на 5 лет, легко посчитать, 2 месяца в каждом году вы имеете право выезжать за пределы Евросоюза. Все на родину, еще куда-то путешествовать, неважно. Все это суммируется. И если вы 10 месяцев превышаете, вы не имеете права претендовать на 5-летнюю бессрочную визу с правом на работу. Бессрочную я уже упомянул. Потом она автоматически продляется еще на 5 лет и так далее, до бесконечности. Куда обращаться вообще, с чего начать? Вот первое, ну окей, мы с тобой проконсультировались. Дальше у нас какие действия будут, куда нам надо идти? Экстранхерия, министерство по делам иностранцев, еще что-то и так далее. Чаще всего кому приходит мысль о получении визы на лукративо? Вернее, даже не так. Кому приходит в голову мысль об эмиграции? А приходит она в голову тем людям, которые устали от суровых реалий жизни в своей собственной стране. Ну, скорее всего, речь идет о России. Но и об Украине, конечно же, само собой, о других странах нашего бывшего союза. Так вот, подаваться на данную визу нужна трога в стране своего проживания по месту прописки. То есть, если мы возьмем, для примера, Россию. Если вы прописаны в Петербурге, либо где-то на севере, там, Мурманск, Архангельск, вы подаетесь в консульстве Испании, который находится в Петербурге. Если вы прописаны в любом другом регионе России, такова уж судьба нашей великой необъятной страны, все дороги ведут в Москву. То есть, вы подаетесь в Москве. Сразу хочу сказать, что записаться, все строго по записи, не так-то просто. Запись доступна, скорее всего, на 2 месяца и более вперед. То есть, сейчас мы записываем видео в январе. Запись доступна на март месяц. Озаботьтесь о СИТе. СИТа, привыкайте к этому слову, если хотите переехать, это встреча, запись в какое-то государственное учреждение в Испании. Ну и дальше уже либо самостоятельно готовите пакет документов, либо отдаетесь в руки профессионалов. И они уже, соответственно, все сделают за вас. Ну что, ребят, пришло время рассказать про мой небольшой любительский кинопроектик. Ну, он, конечно, уже не только мой, но также большого количества людей, целых 28 человек принимает участие в этом замечательном и очень амбициозном проекте. На самом деле, мы встретили очень большую поддержку, мы встретили большой энтузиазм наших актеров. И данный кинопроект, который выйдет на пяти языках, наверное, году так, в 2024, будет, ну, некоторым заявлением в этом мире. И я надеюсь, все это услышат, и всем это будет интересно. Самое главное, что я хочу сказать, что все люди, которые этим занимаются, они вкладывают свою душу, вкладывают свое время, и в том числе и финансы. Да, нам немножко уже помогли, порядка 500 евро. Нам также очень помогают, давая камеры и свет, и так далее, и так далее. Я хочу сказать огромное всем спасибо, кто принимает участие в этом замечательном проекте. Надеюсь, вы сделаете доброе дело и сможете подписаться на канал, поставить лайк в описании, прикрепленном комментарии. Есть все эти ссылочки. Я буду очень вам признателен. Вам это сделать, я думаю, будет нетрудно. С меня большая благодарность. И также вы можете принять участие в том, чтобы этот проект довели до ума не только анимацией вместо спецэффектов, но и настоящими спецэффектами. Для этого напишите мне, а дальше что-нибудь вместе придумаем. Так что на связи. И вот кадры небольшие из нашего фильма. Надеюсь, вам они понравятся. Следующий очень интересный вопрос. Очень часто на нашем канале и мне в личных беседах задают его. А стоит ли ехать по Нолу Кративо, если ни разу не был в Испании? Начать все это оформление. Вот чисто твое мнение. Вот как ты считаешь, правильно ли это? Ну, здесь я бы хотел ответить два нюанса. Самое главное, конечно, я считаю, не имеет смысла ехать в страну на постоянное место жительства, даже если вы про нее много видели, слышали и читали, но в которой вы ни разу не были, в которой вы не почувствовали ее запах, аромат, не поняли ее нравов, обычаев, вечной сиесты, маньяны, в то время, когда вы, например, после 4 пообедать не можете, все закрыто. Но я много могу про это рассказать. Понятно, что вопрос не об этом. Конечно же, я советую посетить, как турист, границы полуоткрытые. И через Грецию, через Венгрию, все, кто хотел приехать в Испанию, они все приехали. Проблем с этим больших нет. Но есть и нюанс другой, немаловажный. Есть шансы нарваться на отказ, когда вы соберете весь пакет документов. Объясните в этом пакете, в том числе, консулу, испанскому консулу, который находится в России, если вы подаетесь в России. Объясните, почему вы хотите в Испанию, чем так манит вас эта страна, а он, открыв ваш загранпаспорт, посмотрев историю ваших поездок, с удивлением обнаружит, что в Испании-то вы ни разу-то и не были. Что-то, возможно, у него не сложится, или, скорее всего, даже не сложится. И вы рискуете нарваться на отказ. Посему я крайне рекомендую, настоятельно рекомендую, по многим причинам посетить Испанию как турист. Приезжайте, посмотрите. А есть, что посмотреть. Если вас интересует именно Валенсия, приезжайте к нам. Мы вам покажем, расскажем, встретимся. Если будет желание заявочки на встрече, составляйте заранее, пожалуйста. Допустим, ситуация. Люди панул укротиво, приехали сюда, купили квартиру на эти деньги, которые они должны показывать. Все у них хорошо. И потом они, допустим, из этой квартиры уехали и начали снимать другую квартиру. А ту квартиру, которую они купили, она была похуже, без ремонта, какая-то недорогая. Они заселили, допустим, испанцев каких-то, людей, граждан Испании. И после этого проходит какое-то время небольшое, несколько месяцев, и те люди перестают платить за съем этого жилья. И вопрос возникает, как бы, как такое избежать, пресловутые окупасы. Про них очень часто пугают. Я, конечно, честно вам скажу, что это скорее исключение из правил, чем правило, что там окупасы. Некоторые мне даже спрашивают, знаешь, какой вопрос? Типа, только мы уедем за порог, и сразу кто-то там вселится. Магазин за хлебушком, скажите. Да, и кто-то заселился. Понимаете, по испанской училинии была такая история, что парень вышел, и он резко, у него кто-то заселился. Но, понимаете, это один раз, я не знаю, за 10 лет. То есть, ну, я сомневаюсь, что с вами это произойдет. Плюс, как бы, понятное дело, что вариант, который я рассказываю, он более, ну, как бы, чаще бывает. Что ты по этому поводу можешь сказать? Итак, давайте разберем эту проблему с двух сторон. Первое. Если вы приобрели свою квартиру, неважно, живете в ней, вы не живете, но вы никому официально ее не сдали, бояться практически нечего. Если вы покидаете свою квартиру на какой-то длительный срок, просто поставьте хорошую сигнализацию, которая будет уведомлять полицию, либо охранное агентство о том, что кто-то там вломился. Так как по закону у вас есть 48 часов на то, чтобы выселить незваных гостей из своего жилья. То есть, если вы, грубо говоря, ушли за хлебушком, пришли, ну, там час прошел, два, пусть даже вы съездили куда-то там на весь день, к вечеру все права на квартиру остаются за вами, никто не имеет права в ней жить. Ну, а когда вы уехали куда-то надолго, не экономите. Сигнализация стоит порядка 20-30 евро, и никаких проблем с вашим жильем у вас не будет. Другой уже вопрос, как рассказала Гриша, что если вы вселили в свою квартиру по контракту об аренде жилья людей, они пожили, первое время, может, даже вам платили, а потом перестали это делать. Что делать в этом случае? К большому сожалению, вот это как раз проблема. И в этом случае вам поможет только суд. Суд в Испании, он справедливый, но очень долгий. Дело может затянуться на долгое время, на год и даже на полтора. Это реальные случаи, которые рассказывали мне, вот глядя глаза в глаза, наши хорошие знакомые у нас с Агунта. Да, слава богу, больше года пришлось людям жить, когда они уже хотели обратно вернуться в свою квартиру. Больше года пришлось жить, но пришлось... Блин, больше года пришлось жить на съемной квартире, пока суд наконец-то не вынес полностью решение в их пользу. Субтитры создавал DimaTorzok Так вот, хотел бы добавить, что же делать с инвестиционными квартирами? То есть вы приобрели квартиру в Испании с целью ее сдавать, а боитесь теоретически окупасов. Так вот, ответ очень прост. Я рекомендую сдавать вашу квартиру как раз нашим соотечественникам, которые здесь проживают по визе, но лукративо. Это те самые люди, которые абсолютно не заинтересованы ни в каких проблемах с полицией, ни с какими судами. Им главное жить здесь и показывать, что они абсолютно платежеспособные и благообразные граждане, у которых никаких нет проблем ни с деньгами, ни с закотом. Поэтому сдавайте налукративщикам, Ну или тем более сдавайте тем, кто имеет постоянный рабочий контракт, неважно это русские либо испанцы, соответственно, тоже никаких проблем не будет тогда с оплатой вашей квартиры. Итак, ребята, если у вас остались какие-то вопросы по нолукративо, я рекомендую вам обратиться на канал Олега, Испанский иммигрант, все ссылки опять же в описании. Если у вас какие-то другие вопросы, то есть какие-то непонятки у вас или сложности, или какие-то что-то вы не поняли, то пишите под видео, есть все мои ссылки. Также в конце видео мой номер ватсапа, телеграм, фейсбук, вконтакте, одноклассники. В общем, я есть везде, всегда меня можно найти. Также обязательно не забывайте написать комментарии. А Олег, что ты можешь сказать про своих клиентов, про своих подписчиков, кто эти люди в основном? Это те, кто это нолукративщики или вообще все тоже просто интересно? Во-первых, хочу сказать спасибо Грише, что пригласил меня уже второй раз. Мы с ним заимели такую интересную коллаборацию. И если вы подпишетесь на мой канал и обратитесь ко мне через канал Григория, обязательно скажите мне об этом. Это на самом деле очень интересно, полезно. И мы будем дальше расширять наше плодотворное сотрудничество. Что касается вопроса, ну, портрет это среднестатистические людей, которые что-то там добились, каких-то успехов в России, но не видят, к сожалению, никаких перспектив для дальнейшего проживания в нашей любимой стране, на нашей родине, по всем известным причинам, о которых сейчас говорить мы не будем. У нас сегодня без политики эфир. Чаще всего это очень хорошие, добрые люди. Со многими из них я подружился. Мы проводим такие вечеринки. И у нас дома встречаемся, у них в гостях, либо там на шашлыки едем огромной толпой. Поэтому, если хотите влиться в наш дружный коллектив, то всегда добро пожаловать. Bienvenido. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Олег, я хочу тебя, наверное, спросить, вот еще так вот подытоживая, да, наш с тобой разговор интересный. Да, давай подытожим. Почему стоит ехать по нолукративо? Почему Арайгу Социалют, как мы по оседлости, три года не стоит? Почему, вот на мой взгляд, и это самое важное, что в этом видео есть, я так считаю, что почему надо ехать именно так? Почему надо заморочиться за этими деньгами, да? То есть, ну, 50 тысяч евро, скажем так, немалые деньги, да? Более на один год. И так далее, и так далее. То есть, вот, опиши эту ситуацию, и чтобы люди уже, принимая решение ехать по нолукративо, да, виза Д, чтобы они уже четко понимали, почему они этого хотят. Да, все правильно. Самая главная ошибка тех людей, которые думают, зачем мне заморачиваться с визами, вот я тут приеду, поживу три года, и после этого якобы все будет. Вот, вот это самая главная ваша ошибка, друзья мои. Через три года ничего не будет. Я часто встречаю в разных фейсбуках, телеграм-каналах такие вопросы, как глаз вопиющего в пустыне. Где взять контракт? Помогите. Люди готовы отдать последние деньги, достаточно серьезные деньги, за якобы контракт, которого на самом деле не будет. Вот. Но для того, чтобы просто поддаться с этим контрактом и получить легализацию в Испании. В то же время, когда у вас виза нолукратива, вы, во-первых, через год можете получить контракт, если, конечно, вы его найдете. А через 5 лет вы точно, совершенно точно получаете полноценную резиденцию с правом на работу. Поэтому выбор очевиден, друзья мои. Приезжайте в Испанию, получайте визу нолукратива и живите здесь. Ребята, спасибо, что посмотрели наше видео. Я вам всем рекомендую, опять же, подписаться, написать комментарий, поставить лайк. Также не забываем подписаться на канал Олега Испанский Мигрант. Все ссылки в описании. И вот здесь, вот наверху, тоже они все будут. Так что не забывайте. А те, кто смотрит на моем канале, подпишитесь на Гришу, Моя Испания. Там у него масса стримов с суперполезной информацией. До новых встреч. До конца с вами не прощаемся. Перед вами сейчас будет очень интересный видос, плейлисты, как переехать в Испанию от начала и до конца. А также ссылочки на канал Олега. Hasta la vista. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok